ДИАНА ГУЦ Эксперт фонда региональных и социальных программ «Наше будущее», учитель фонда Вагит Олег Перов. Диана Николаевна, добрый день. Добрый день. Добрый день. И второй наш гость Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета. День добрый. Здравствуйте. Для нашего обсуждения мы взяли следующую тему. Надо сразу предупредить, что наша программа сейчас в данную секунду выходит в записи. Записываемся мы в пятницу, 9 февраля. Все дело в том, что накануне 8 февраля Диана ГУЦ, наши гости, и ректор Вятгу Валентин Пугач договорились о долгосрочном сотрудничестве между фондом и опорным университетом. Университет чем будет заниматься? Он будет заниматься информационной и организационной работой, а фонд, в свою очередь, будет оказывать всевозможную, в том числе, консультационную и экспертную поддержку инициативам и стартапам, появляющимся в нашем регионе, как среди студентам, так и среди предпринимателей и некоммерческих организаций. Тема, на наш взгляд, очень интересная, обширная. Ну, в первую очередь, наверное, с теорией хотелось бы начать. Все-таки напомнить нашим слушателям и нам самим о том, что такое социальное предпринимательство, кто это такое, кто такие социальные предприниматели. Что интересно, эта тема довольно-таки давно уже обсуждается, в том числе и в этой студии. А вот когда выходишь, в поле-то чисто и выходишь, там у людей немножко такое сползание смысла. Социальное предпринимательство немножко путает социальную ответственностью бизнеса и уходит совсем в другую сторону. О чем же мы, собственно, говорим? Ну, я бы сказала так, что, более того, путается даже с благотворительностью и социальными проектами. Но если мы говорим про социальное предпринимательство, то, в первую очередь, конечно, мы подразумеваем, что это бизнес. Пусть это низкомаржинальный бизнес, но это низкомаржинальный. Это когда бабок не очень много. Государственная доходность, что-то капает потихонечку. Но это не благотворительность и, соответственно, не социальный проект. И это нужно четко понимать и разграничивать. И, соответственно, социальное предпринимательство находится в правовом поле Министерства экономического развития. И, соответственно, все инструменты, инфраструктура поддержки, которая оказывается для социальных предпринимателей, это та самая инфраструктура поддержки, которая, в общем-то, распространяется на малый и средний бизнес. Ну, в большинстве регионов именно так и в вашем в том числе. Но вот у социального предпринимательства есть свои специфические особенности. Мы их так определили. Что, во-первых, это бизнес, который открывают в основном предприниматели в социальной сфере. И это предприятие, оно решает какую-то очень острую социальную проблему региона либо муниципалитета. Вторым критерием, который наш фонд, в принципе, и большинство... Ну, например, давайте сразу скажем, помощь определенным категориям населения. Конечно, незащищенным категориям населения. Инвалиды, например, люди с какими-то проблемами. Это вторая проблема, больше связанная, скорее всего, с их трудоустройством. То есть большинство социальных предпринимателей, они как раз занимаются тем, что создают дополнительные рабочие места для незащищенных категорий населения. И, может быть, еще третий критерий социального бизнеса, это когда производство либо оказание товаров и услуг ориентировано как раз на незащищенные категории населения. Но если мы говорим про такой типичный социальный бизнес и какая может быть социальная проблема в регионе, то есть несколько лет назад у нас в большинстве регионов была проблема с детскими садами. И тогда пошел некий такой бум именно на частные детские садики. И это как раз тот яркий пример именно социального предпринимательства. Но эта сфера довольно развита в нашем городе. Сейчас она уже развита. Как раз-таки частные детские сады, да. Есть другие примеры. Например, это мастерские, в которых закупается оборудование, на котором обучают работать инвалидов. И дальше происходит некая такая, скажем, трудовая адаптация их. И после этого, отучив их работать на этом оборудовании, они уже трудоустраиваются либо в другие какие-то организации, либо же в рамках этой мастерской, центра поддержки. Соответственно, создаются для них рабочие места на дому. И тогда волонтеры, приезжая на дом, привозят им сырье, объясняют, какой заказ они должны сделать. Ну и потом уже забирают готовую продукцию. Таким образом, они, в общем-то, становятся полезными для общества и, в первую очередь, могут сами себя обеспечить, заработав себе на жизнь. Как долго вообще у нас, как много лет уже такое явление, как социальное предпринимательство существует в нашей стране? Если исходить из того, сколько лет существует фонд, а фонд существует 10 лет. С 2007 года. Да, с 2007 года. Фонд существует 10 лет, и, в общем-то, он занимается 10 лет поддержкой и развитием социального предпринимательства. Но вот такой вот бум, именно явление социального предпринимательства, я думаю, где-то последние года 4. То есть это связано было с первой попыткой, в общем-то, внести законопроект о социальном предпринимательстве в Государственную Думу. Этот законопроект не был принят, потому что большинством министров он был не понят, для чего он, в общем-то, нужен, какую задачу он решает. И вот в прошлом году у нас, в общем-то, опять законодательная инициатива возникла Министерства экономического развития, и, в частности, Департамента Паршина Максима Викторовича, которые инициировали поправки в федеральный закон 209 о малом и среднем предпринимательстве. То есть если ранее у нас был отдельный закон о социальном предпринимательстве, то сейчас решили пойти более простым путем, дав федеральный закон о малом бизнесе внести ясность, критерии и определение, кто же такие социальные предприниматели и какими мерами поддержки они могут пользоваться. Ну вот в данный момент этот законопроект до сих пор находится на обсуждении, согласовании различных министерств, а также была другая инициатива двух депутатов Госдумы, которые тоже внесли законопроект о социальном предпринимательстве. Но следует ответить, что очень многие регионы, которые занимаются этой темой, им эта проблематика ясна, понятна, и у них очень большой, скажем так, бэкграунд уже по развитию социального предпринимательства у себя в регионе, они начинают задумываться о том, чтобы разрабатывать свои региональные законы о социальном предпринимательстве. А какие именно, простите, у нас регионы идут передовики в лидерах? Да, если говорить о регионах-передовиках, это, конечно, Ханты-Мансийск. Ханты-Мансийск? Да. Ничего себе. Вот, и в конце декабря они приняли на своем региональном уровне, ну, губернатор одобрил закон о социальном предпринимательстве, и до конца февраля ЗАГС собрания Ханты-Мансийска, соответственно, должно его подписать, принять, и, в общем-то, это будет первый регион, где официально у нас будет закон о социальном предпринимательстве. А почему именно ХМАО? Как-то так неожиданно. Ну, дело в том, что регион, скажем так, не дотационный, это регион-донор. В регионе, в принципе, все хорошо с экономикой, и для того, чтобы не было оттока граждан, для того, чтобы создать максимально комфортную среду, как раз вот губернатор занимается тем, что вносит различные инициативы, связанные с развитием социальной сферы, огромное количество проектов, связанных именно с социальными инновацией в разных отраслях экономики, и, в общем-то, за счет этого региону удается быть именно передовиком. Ну, кроме таких регионов, у нас есть еще Архангельская область, которая тоже, в общем-то, впереди многих регионов. У нас Московская область, которая единственная из всех регионов не отменяла финансовую поддержку для социальных предпринимателей. И вот по статистике Министерства экономического развития в программах поддержки МСП с 2018 по 2020 год две третьих регионов для себя выявили новую ключевую задачу в развитии. Это как раз поддержка и развитие социального предпринимательства, Кировская область в том числе. А получается, что социальный предприниматель такой хороший инструмент для того, чтобы, собственно говоря, отток населения приостанавливать, да? Вот если брать хмао, то есть там денег вроде много, а жить некомфортно, да? Холодно, да, холодно, неуютно там как-то вот. И если развивать вот такого рода бизнес, да, социальный, то получается, комфортность повышается для населения, да? Конечно, создается новая социальная инфраструктура и создается вообще новое видение и понимание социальной политики. И в том числе это видение формирует общество в первую очередь. Я почему это хочу сказать, что у нас как раз у Кировской области такая проблема, вот как раз оттока населения у нас постоянно там каждый год минус там 7-10 тысяч куда-то пропадают. Вот, в этом плане, наверное, как раз самое... Ну, переезжают там неестественные облим. Это ж вовсе не значит, что нам не нужно повышать, как бы, комфортную жизнь. Нет, все-таки перспектив-то меньше в отношении социального предпринимательства или просто какая-то иная модель может быть? А давай мы об этом не друг друга спросим у наших гостей, да? Тем более, что они, как бы, касается... Особенности социального предпринимательства в небогатых, я бы даже сказал, бедных регионах. Ну, начнем с того, что у нас богатых регионов не так много, их, в общем-то, единицы. Вот, что касается регионов дотационных, то действительно большинство этих регионов большое внимание уделяет социальной политике. И, конечно, в большинстве случаев это делается за счет среднего и крупного бизнеса. Потому что, как вы говорили, многие путают с корпоративной социальной ответственностью. Так вот, очень многие компании на сегодняшний день в рамках своей корпоративной социальной ответственности начинают отказываться уже от такой, в общем-то, всем приевшейся модели благотворительности. То есть, отправили транзит подарков, денег в какой-то фонд или детский дом. И на этом считают, что, в общем-то, они свою миссию выполнили. Поэтому сейчас, как бы, большинство руководителей, они становятся более продвинутыми. Они начинают смотреть международные практики развития. И, в том числе, как бы, компании, особенно, которые выходят на международный рынок, им нужно соответствовать международным стандартам. И вот, как раз, корпоративная социальная ответственность, она входит, по-моему, на четвертом месте, находится из всех критериев, собственно говоря, там, относящихся к международным компаниям. Поэтому сейчас этому уделяется очень большое внимание. И вот, большинство компаний начинает идти по опыту «Лукойла», по опыту «Русала», по опыту «Металлинвеста». Это вот те компании, которые в местах своего присутствия не просто занимаются благотворительностью или строят какие-то здания, там, детские дома, там... Спортивные площадки, так и так далее. Спортивные площадки, да, инфраструктуру, да. Они занимаются, в общем-то, обучением местных жителей и членов семей, своих сотрудников как раз социальному предпринимательству. Выделяя на эти программы определенные финансовые, ну, как бы, гранты, когда, проходя обучение школы социального предпринимателя, дальше выпускники, уже сформировав свою идею бизнеса, которого они хотят открыть, они могут претендовать как раз на вот этот вот грант, либо беспроцентный займ, если мы говорим про фонд «Наши будущие», и за счет этого, не используя, да, там, государственную поддержку и поддержку, там, регионального министерства экономического развития, либо, там, фондов поддержки, как раз открыть свое предприятие. Пусть это будет маленькое, пусть на нем будет работать 2-3 человека, но это именно то, чем хочет заниматься человек. То есть, по сути, большинство из них это происходит из какого-то внутреннего посыла, либо хобби, которым вот они раньше занимались, но впоследствии они его трансформируют уже непосредственно в бизнес. Нам нужно сейчас прерваться совсем ненадолго. После этого мы продолжим наш разговор, уже дадим слово нашему второму гостю, Алексею Костину, директору Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета и, собственно, роль опорного вуза, да, в этом процессе. Продолжаем наш разговор с Дианой Гудс, эксперт фонда региональных социальных программ «Наше будущее». И Алексеем Костиным, директором Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета. Алексей Александрович, мы понимаем, что опорный вуз интересуется всем, ну просто вот необъятный. Я бы даже назвал неопорный, а универсальный, да, вот такой вуз. Да, но все-таки, да, фонд «Наше будущее», как удалось с ним связаться, как давно интересовались и, собственно, в чем сейчас будет заключаться суть работы именно ВятГУ в этом отношении. Ну вот Диана Николаевна уже подчеркнула про то, что социальное предпринимательство вещь в Российской Федерации пока еще достаточно сложная. Я бы вообще сказал, что сами социальные предприниматели, наверное, являются некой такой социально малозащищенной категорией населения, потому что бизнес, как подчеркивалось, маломаржинальный, доход невысокий, многие работают просто в ноль, назовем так. А во-вторых, все-таки отсутствие нормальной законодательной базы. Это тоже препятствует, это мешает. И вчера вот с Дианой Николаевной мы много где побывали, в том числе в ремесленной палате Кировской области, и посмотрели действительно у людей, которые занимаются очень важным и интересным делом, сохранением народных художественных промыслов. Ну, достаточно серьезная ситуация, большие проблемы, которые надо решать и которым надо помогать. А это в том числе ваша тема? Да, да. Конечно, да. Промыслы. Ну и вот в этой ситуации, получается, раз мы все-таки опорный университет, то мы должны быть ориентированы именно на решение на каких-то сложных вопросов и проблем. Зачем заниматься тем, что в порядке, что хорошо существует и развивается. Вышли на фонд по одной простой причине. Нас самих уже это интересовало, очень активно тема социального предпринимательства, потому что, вы знаете, у нас многие направления, все равно можно объединить, скажем так, трансформации с городской среды, в том числе и социальной составляющей. И когда мы заинтересовались темой социального предпринимательства, осенью 2017 года проходила очень такая серьезная конференция большая, международная, это раньше 2017, инновационное образование. И там как раз была площадка фонда «Наше будущее», где директор фонда Наталья Ивановна Зверева делала презентацию, рассказывала о фонде. Вот тогда мы познакомились и с наиболее активными представителями фонда, с программами, с примерами успешных кейсов по социальному предпринимательству. И с тех пор начали потихонечку развивать сотрудничество. И вот на данном этапе пришли уже к заключению соглашения между фондом и университетом. И я думаю, что у нас в 2018 году предстоит очень большая совместная работа, потому что все-таки для ВУЗа самая главная и большая цель – это создать совместную образовательную программу по подготовке социальных предпринимателей в Кировской области. И здесь фонд, я вот хочу похвалить, занимается не только какой-то финансовой поддержкой социальных предпринимателей, но самое важное и большое – это все-таки такая акселерационная прокачка идей. Какая прокачка, Алексей? Ну, акселерация, то есть, ну, помощь, активизация. Это ускорение, пинок, в общем, пинок. Да, 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 совершенно верно. Людям просто нужно дать, объяснить вообще, как это происходит, что нужно делать, куда со своей идеей дальше бежать, как это превратить в бизнес-проект и на этом заработать. А на кого будет ориентировано это обучение? Это только молодые люди, студенты или все желающие? Нет, нет, все желающие, да. Тут у нас нет никаких ни возрастных, ни, не знаю, там, социальных, демографических ограничений, то есть, любой человек, которому это интересно, ну, и который подходит под критерии фонда. Понимаете, вот так смотришь, у людей вообще сейчас какая-то такая психология сложилась. Ну, грубо скажу, скажем, присосаться к какому-то фонду и получать от него деньги вот за что-то. У него есть такое грант. Даже такое слово появилось, где не грантомет, как-то, погоди, как-то из чего-то забыл. Грантаешки. Грантаешки, да, да, да. Грантомета тот-то дает, а грантаешка тот-то есть. Вчера я послушал, и то, что вот Диана Николаевна рассказывала про деятельность фонда, это именно, скажем, стимулирование. То есть, не просто дать денег, вот вы молодцы, вы социальным предпринимателем занимаетесь, а создать условия, в том числе и оказать финансовые какие-то такие. Там ведь речь идет все-таки о возврате, это беспроцентный займ, но эти деньги нужно будет возвращать фонду. А, это займ, это не просто дали. Да. А, кстати, можно сейчас для примера сказать? Ну-то там несколько программ. Велики ли суммы, которые предоставляет фонд? Да, у фонда есть на сегодняшний день три программы. Первая программа для и юридических лиц, и некоммерческих организаций, ИП в том числе сюда входят, это для стартапов, то есть на уровне идеи запуска бизнеса до 500 тысяч рублей. И уже когда действующий бизнес, который хочет чуть-чуть расшириться, в общем-то, до 10 миллионов. Срок возврата до 10 лет, ну, в зависимости от суммы. И в декабре 2017 года мы запустили еще один продукт финансовый. Это уже такие большие инвестиции, скажем так, в более крупные проекты, до 50 миллионов, но они даются только юридическим лицам. То есть суммы вполне себе серьезные, скажем так. Ну да, да. Так, возвращаемся, Алексей. Ну, юридическим лицам, то, что я вчера услышал, там практически все формы организаций подходят. К коммерческим, если мы говорим до 50 миллионов, то только коммерческим компаниям, потому что одним из условий является то, что фонд заходит туда, скажем так, в качестве управляющей, по сути, компанией, да, то есть имеет определенную долю от 25 до 70 процентов, в зависимости от суммы и срока. То есть для фонда это некая такая гарантия, что деньги будут возвращаться, и фонд сможет контролировать процесс. Далее, когда займ возвращается, соответственно, мы выходим из этой организации. Ну, это вот как бы типовое такое соглашение. Если мы говорим о займах до 500 тысяч, либо до 10 миллионов, то там, соответственно, залоговая система. Все ясно. Хорошо. Ну, а по университету здесь у нас есть большой интерес, скажем так, сопоставить две вещи. У нас есть очень качественная подготовка предпринимателей классических, и у нас есть хорошо давно существующее, развивающееся направление социальная работа. Там, где люди занимаются волонтерством, наставничеством, но, по сути дела, делают это бесплатно. Это вообще-то волонтерство, оно и должно быть, насколько я понимаю, бесплатным по определению. Ну, есть мировой опыт, и Диана вчера очень интересный пример Южной Кореи рассказывала для меня. Вот я хочу, чтобы она чуть попозже об этом тоже поделилась. Люди тоже, даже и волонтерство, даже там, не знаю, и меценатство. Но сколько можно вот-вот просто отдавать либо свою помощь бесплатно, либо свои деньги? Почему бы не создать условия, когда ты и оказываешь помощь, и все-таки за это еще и что-то получаешь в обмен, то есть зарабатываешь? Ну, может, мы как-то так воспринимаем опять, что вот нажиться на ком-то. Но, кажется, это не слишком, это в русских традиционных традициях. Но ведь как правильно выстроить, то есть этот процесс можно не наживаться на том человеке, если это грубо звучит, которому ты оказываешь помощь, а именно, скажем, такую челночную дипломатию, как Генри Киссинджер, там договориться с этим, договориться с этим, договориться с этим, у этого есть деньги, у этого есть потребность, у тебя есть, допустим, возможность оказать эту помощь. И в результате так выстроить вот эту схему, что хорошо всем. Один помог, второй финансово поддержал, третий получил вот ту услугу, в которой он нуждался. Почему нет? У нас в регионе, у нас в городе все-таки хочется спросить, есть такое явление, как социальное предпринимательство? Ну, у нас есть один успешный пример, компания МИКО, которая занимается экокосметикой, которая, в общем-то, уже хорошо и успешно продвигается, выигрывает конкурсы. Но поэтому фонд и заходит в регион, что надо это развивать. К сожалению, пока у нас это находится на зачаточном уровне. Ну, опять же, большая надежда здесь и на поддержку власти. Вчера удалось пообщаться с министром экономического развития Кировской области Владиславом Кадыровым. Он проявил очень большой интерес, уже намечен план действий, четко, причем определили первое, второе, третье, четвертое. То есть для него не стало новостью, этот термин не стал для него новостью, социальное предпринимательство? Нет, нет. Вот, и я думаю, что здесь предстоит очень большая совместная работа между фондом, университетом и правительством региона. Ну, ладно, правительство мы как-нибудь спросим при случае, собственно, как оно на это все смотрит. И все-таки вот суть соглашения между университетом и фондом. Можно поподробнее? Соглашение носит общий характер. То есть пока, ну, оно очень универсальное, я его лично вычитывал, оно очень правильно, грамотно составлено, я считаю, со стороны фонда. Там предусматривается создание условий, а конкретные направления деятельности, они уже будут дальше обсуждаться и в каких-то дополнительных юридических документах прописываться. Но вот еще раз повторю, нас интересует совместная образовательная программа по подготовке социальных предпринимателей. Вот, нас интересует проведение конкурса для студентов и молодежи, где их идеи и проекты интересные получат финансовую поддержку, по крайней мере, и вознаграждение за генерацию идеи. А может быть, для кого-то это станет все-таки финансовой основой для создания своего социального бизнеса. Диана, сколько, вот, не знаю, конкретная цель ставится? Ну, например, к 2019 году 50 социальных предпринимателей. Мы не государство, мы не ставим себе такие цели. Нет, не ставите такие. Сколько будет, столько будет. Все зависит от желания, от возможности своих. Мы не гонимся, на самом деле, за цифрами, и нам очень важно качество. И в большей степени нам важно популяризировать и развивать эту тему социального предпринимательства. Вот, как правильно Алексей сказал по поводу опыта Кореи. Дело в том, что Корея, она, можно сказать, лидер с точки зрения сформированной модели поддержки и развития социального предпринимательства. И основная задача, которая была перед правительством, перед структурами поддержки бизнеса, когда они запускали эту тематику у себя в стране, это была одна единственная задача – борьба с безработицей. И они с ней благополучно справились. То есть все социальные бизнесы, которые открывались в Корее, они были нацелены на то, чтобы трудоустроить тех, кто не трудоустроен. И там провелась большая именно такая популистская работа с населением. Дело в том, что у них есть, скажем так, определенный лейбл, то есть знак, что это предприятие принадлежит категории социального предпринимательства. И каждый гражданин страны знает о том, что если он видит на вывеске, на двери или где-то в рекламе, или где-то в интернете, на портале, этот значок, он понимает, что это то предприятие, которое решает в его стране важную социальную задачу – трудоустройство безработных. Это, кстати, мы о каком времени говорим? Как давно это было? Ну, Корея этим занимается тоже примерно лет 7-10. То есть в принципе в настоящее время это актуально тоже, да? Конечно, актуально. То есть они с этой задачей благополучно справились, и поэтому мы очень присматриваемся к их опыту, консультируемся с их специалистами, приглашаем компании корейские в Россию, чтобы они поделились своим опытом, то есть так же, как наши предприниматели выезжают туда посмотреть их предприятия. Но там действительно была, скажем так, воля сверху. То есть государство захотело изменить, дало рычаги, дало определенные инструменты. Но в то же время и население тоже поддерживает эту тему, тему социального предпринимательства. У них существует огромный маркетплейс, где собраны все товары и услуги социальных предпринимателей. Соответственно, если у тебя есть какая-то потребность в чем-то, ты можешь зайти на этот информационный ресурс, выбрать, что тебе нужно, и купить. И ты будешь знать, что деньги уходят не капиталистам, а непосредственно тем… Социальным капиталистам. Да, социальным капиталистам. Но эти корейские социальные предприниматели – это далеко не олигархи? Нет. То есть точно так же, как и у нас в России, это низкомаржинальный бизнес. Есть, конечно, отрасли, где доходность достаточно большая, более 10%, но в среднем это где-то 10-15%. Мне кажется, тема вполне такая для нашей страны. Мне кажется, сама схема по себе очень хороша. Схема хороша с точки зрения, что у нас около 37 миллионов примерно человек, по статистике, это числится как безработный. То есть мы все прекрасно понимаем, что эти люди чем-то заняты, но официально Министерство, например, экономического развития, социального труда и развития, они не понимают, чем занимаются эти люди. Да, если посмотреть ту же самую отрасль дикоросов, так в этой отрасли сезонно работает более 5 миллионов человек. И 80% оборота этой отрасли – это теневая экономика. Сбор грибов, ягод, растений. Конечно, да. А это, по сути, тоже социальное предпринимательство, потому что за счет этого, если делать кооперацию, ставить небольшие производства, там, варенье или меда-суфле или различных, там, шоколадов или еще что-нибудь, да, там, устанавливая старинные рецепты, то это как раз тоже социальное предпринимательство, потому что оно дает возможность жителям сельских поселений и малых городов зарабатывать себе на жизнь. И при этом популяризировать свою деревню или свой муниципалитет, создавая таким образом возможности внутренних туристических потоков. Я прошу прощения, сейчас нужно нам прерваться на небольшую рекламу. У нас в гостях, напоминаем, Диана Гоц, эксперт фонда региональных социальных программ. И Алексей Костин, директор Института гуманитарных социальных наук Увятского госуниверситета. Скоро продолжим. Продолжается наше общение с Дианой Гоц и Алексеем Костиным. Николай рыбется задать вопрос сейчас, да? Я уже его по сути задал в перерыве, пока у нас была рекламная пауза. То есть мы говорим о том, что стороны договорились создавать некую инфраструктуру поддержки социального предпринимательства. А так слово инфраструктура в последовремя употребляется и где нужно, и где не нужно. О чем бы речь ни шла, везде такое длинное красивое слово. Инфраструктура в нашей деревне создается, понимаете? Вот инфраструктура. А что это такое, каждый понимает по-своему. О чем конкретно идет речь, Диана, в данном случае? В данном случае, если мы говорим о инфраструктуре поддержки социального предпринимательства, то это та же самая инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, которая у нас четко прописана в федеральном законе 209 о малом и среднем бизнесе. И у нас есть несколько направлений действительно поддержки. Это и информационная, это и образовательная, и консультационная, и экспертная поддержка, и в том числе, собственно говоря, финансовая, которую оказывает государство. В некоторых регионах есть имущественная, когда предприниматель может получить, собственно говоря, на льготных условиях то или иное помещение, либо земельный участок. Или средства производства. Да. Учитывая, что на сегодняшний момент вообще термин, понятие и сами социальные предприниматели находятся вне законодательного поля. То есть, они вообще нигде не упомянуты, ни в одном из наших законов? Нет. Есть, скажем так, такие постановления в рамках дорожных карт, что регион занимается поддержкой и развития социального предпринимательства. Но, опять же, какие меры оказывать, в каком объеме, это все остается на усмотрение региональных властей. Некоторые региональные власти более активно этим занимаются, потому что считают, что создание условий для граждан своего региона – это очень важная задача. Некоторые занимаются другими, более важными задачами. Я просто вспомнил. А вот эта тема, по-моему, с января 2017 года, когда государство сказало, что НКО у нас могут выполнять некие социально значимые функции. Вот мы опять возвращаемся к дискуссии большинства экспертов. Может ли НКО быть социальным предпринимателем? То есть, если исходить из корейского опыта, то в Корее не имеет значения форма юридического лица. То есть, даже кооператив может быть социальным предпринимателем. Эту тему закрыли там, в общем, да. Да. Важно, чтобы это предприятие соответствовало четким критериям соотнесения социального предпринимательства. И каждый год у них идет, собственно говоря, аттестация, аккредитация, подтверждение. У нас, соответственно, в России вообще некоммерческий сектор достаточно развит. И вот по статистике Минюста у нас более 227 тысяч некоммерческих организаций зарегистрировано. При этом никто не знает, какое реальное количество из них действующие и чем они занимаются. То есть, никто такого мониторинга не проводил. И, соответственно, в связи с тем, чтобы поддержать некоммерческий сектор, помимо президентских грантов и фонда президентских грантов, которые им оказывают именно поддержку финансовую, но это поддержка чисто под проект, не под саму деятельность организации, а вот они придумали проект, на проект получили деньги, реализовали. Отчитались, отчитались, да. А дальше нет финансирования, проект может не продолжаться, либо они его продолжают уже из своих собственных средств. Либо организация просто уходит в спящий режим и постепенно пропадает. Дело в том, что некоторые организации, в общем-то, занимаются как раз оказанием социальных услуг населению. И в связи с этим были внесены поправки. И действительно, с 1 января 2017 года у нас формируется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые начинают оказывать социальные услуги населению. И по этому постановлению все регионы должны постепенно переходить и отдавать часть государственного бюджета и этим как раз социально ориентированным некоммерческим организациям. То есть в большинстве случаев это 10%. Ну, например, тут же Ханты-Мансийск, они пошли вперед и решили, что они у себя в регионе отдадут 15%. А там в регионе 15%. Да, и, соответственно, по истечениям еще 2-3 лет эта сумма должна, ну, как бы процент должен увеличиваться. То есть до 25-30% в будущем объема государственного бюджета должно отдаваться как раз этим социально ориентированным некоммерческим организациям. То есть, естественно, есть категории услуг, где некоммерческий сектор более эффективен, чем государство. Но есть и наоборот. И поэтому здесь самое главное именно региональным властям к этому подходить, ну, скажем так, осознанно и, ну, не разбрасываться, с одной стороны, там, бюджетом, с другой стороны, там, не сильно зверствовать при аккредитации, аттестации некоммерческих организаций в этот реестр. Остается у нас 5 минут. Мне бы хотелось, чтобы в нашей студии прозвучали конкретные примеры, не знаю, производств дел, которые реализуют социальные предприниматели. У нас в России, не в Корее, а у нас в России, да, может быть, в том же Хвауа там или где-то еще. Который поддержал фонд «Наше будущее». Могу привести несколько таких достаточно ярких примеров, которые не только фонд поддержал, но, в принципе, всем известен бренд «Коломенская пастила». И многие из вас видели, да, собственно говоря… Я не люблю просто сладкое, не очень. Нет, я люблю пастилу, но, кстати, вот тут мне очень нравится бренд, но не очень нравится сама пастила, вот, честно скажу. Но бренд хорош, да, и сделали его хорошо. Это как раз проект, который поддержал именно финансовый фонд несколько лет назад. Вообще проект существует, по-моему, более пяти лет. И суть заключается в том, что в небольшом городе, в Коломне, было восстановлено производство старинного рецепта именно пастилы. И со временем вокруг производства сформировался некий такой кластер. Открылся музей, открылись мастер-классы по приготовлению пастилы, открылся ресторанчик. То есть таким образом начали создаваться, во-первых, рабочие места для местных жителей, во-вторых, сам бренд начал рекламировать Коломну. И многие заинтересовались этим и приезжали и в музей, и попробовать пастилу, и, собственно говоря, там поучаствовать в тех же самых мастер-классах. Но самое главное, что этот проект дал некий такой толчок для местных предпринимателей создавать такие же небольшие предприятия изготовления шоколада, ручное мыло, натуральная косметика, те же самые бублики-баранки. И таким образом сейчас, если вы приедете... То есть они просто посмотрели, что у них получилось с пастилой, да, они решили делать то же самое, да? То есть если вы приедете в Коломну, то это действительно стал красивый культурный центр, где большие туристические потоки не только русских, но и иностранцев, потому что бренд коломенской пастилы известен уже и за рубежом. Вот, и по аналогии создаются тоже такие же предприятия. Ещё мой любимый пример — это, конечно, Женя Рапопорт и его проект «Авоська дарит надежду». Изначально проект носил с собой, ну, скажем так, решение экологической проблемы. Он хотел, чтобы все вернулись к сунгам авоськам и отказались от полиэтиленовых пакетов. Вот, но поскольку обычные здоровые люди по себестоимости не укладывались в плетение этих авосьек, он разработал методику и стал обучать слепых, незрячих людей, либо с плохим зрением, как раз плести эти авоськи. И вот за 8-9 лет существования проекта как раз около 200 тысяч незрячих людей, либо плохо видящих, уже научились и плетут в той или иной степени и занимаются этим производством. И вот он вышел сейчас на корпоративные заказы, когда крупные корпорации уже отказываются от бумажных пакетов, от деревянных там коробок и так далее, и уже закупают у него большими партиями со своими логотипами, как раз дарят партнерам, ну, то есть таким образом, ну, поддерживает, в общем-то, тоже этот проект. Еще один тоже интересный проект – это Charity Shop. Это, в общем… Если можно, то вкратце нам пора уже завершать. Да, вкратце, да. Это магазин Second Hand, одежда, которую сдают хорошего качества надлежащего люди, ну, которая им не нужна, ставится по территории города, либо в торговых центрах, боксы, куда каждый желающий может сдать одежду. И, соответственно, как бы эта одежда уже там сортируется. Какие улицы обрабатываются, да? Та, которая хорошая, ее можно продавать в магазине, и часть денег идет на поддержку благотворительных организаций, там, поддержку незащищенных категорий населения. А та одежда, которую не… ну, ее нельзя, да, там, привести в какой-то товарный вид, она просто отдается бесплатно всеми, которые нуждаются в этом. А где работает этот проект? Он работает в Питере, он работает в Москве. То есть сейчас таких проектов, ну, очень много, в принципе, аналогичных, плюс-минус. Алексей Александрович, 30 секунд. Когда ждать первых результатов сотрудничества тех самых социальных предпринимателей, полноценных в нашем городе и регионе? У нас очень интересная дата есть, 26 мая, это день российского предпринимательства. Да, и поэтому очень хотелось бы все-таки к этой дате уже либо провести какой-то, ну, не знаю, форум или конгресс, где показать, чем мы можем заниматься, объединить здесь предпринимателей, ориентировать их на социальное предпринимательство и запустить сразу и совместную образовательную программу. То есть объявить набор? Да, поэтому концу мая хотелось бы уже видеть результат. Это об 18-м году говоришь, 17-м? Так, и на всякий случай. Ну, я уверен, что это наша не последняя встреча на эту тему. Сегодня наша программа завершена. Благодарим наших гостей Диана Гудс, эксперт фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и Алексей Костин, директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.